Молитва Молитва – это одно из самых главных занятий любого верующего человека. Молитва – это то, что делает чтение Библии живым. Если я читаю Библию, уберу молитву, то мое чтение Библии становится просто религиозным, традиционным и по обязанности. А молитва – это то, что делает, чтобы Библия стала живой книгой, живым словом для меня. Библия от Луки 18, 1 сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унивать. И смотрите, что он говорит. Он говорил им притчу или историю с целью дать им понять, что надо всегда молиться и не унивать. Смотрите, любой вопрос, где униния приходит, включи, пожалуйста, в то направление молитву. Например, униния приходит вопрос твоего здоровья. Это означает, пора за свое здоровье молиться. Униния по отношению к твоей семье, униния по отношению к своей работе, униния по отношению к своему бизнесу. Значит, пора включать молитву. Это означает, что Иисус знал, что в этой жизни всегда будут скорбы, будут вещи, которые неутешительны, будет плохо. И поэтому он говорит, в молитве будьте постоянны, а при этом сохраните терпение и сохраните надежду. Как-то утешайте свое сердце чем-то. Потому что, когда вы, когда мы будем молились, а в ваше сердце идет кораблокрушение всякое, молитва ваша не работает. Нужно, чтобы на сердце было какое-то минимальное утешение. Откуда? Надеждой. То есть, смотрю в будущее, ищу свет в конце туннела, и это утешает мое сердце, и это помогает мне в молитве. Потому что, если я пойду в молитву, а в конце туннела нет света, ничего, моя молитва умирает, потому что оно должно идти с какого-то сердца. Вот поэтому некоторые люди молятся много, постятся много, результат от этого нулевое. Потому что в душе ничего Божьего нету. И в результате молитва не работает. Молитва только работает с определенного сердца. Духовная сила берется от молитвы. Вот Марка 1 глава 35 стих написано. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Речь идет об Иисусе. Заметите? Господь Иисус, Сын Божий, пришел на землю, Бог воплотил, Духу Ему дается, Духа без меры, помазан больше всех. Смотрите, как Он начинал свой день, чтобы встречать ответственности дня. Он пошел в удаленное место, удалился в пустынное место, там, где никого нету, и там молился. Поэтому молиться не только для грешников. Иисус не был грешником. Иисус был Сыном Божьим. Он пришел на землю, как человек воплоти. И смотрите, не грешный, ничего плохого не делал. И то Он рано утром начал свое дело с молитвой. Я хочу вам сказать, не только день надо начать молитвы, а любое важное дело, даже не важное, любое. Сначала отдайте себя в молитве. Поэтому Иисус начинал свой день, рано утром молился. А вот в Матфея 14 глава 23, опять об Иисусе. И отпустив народ, Он зашел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. Здесь Он уже отслужил, сделал все дела. Иисус не только начинал дело молитвой, Иисус заканчивал день молитвой. Есть несколько причин, почему надо было молиться в конце дня. Первое. Когда ты служишь людям целый день, происходит определенное опустошение. Ты отдал. А надо вернуть жизнь. Молитва как раз помогала Ему восстановиться из того, что Он много дал. Вот когда ты много делаешь, то ли в работе, то ли в служении, неважно где, то ли после похорон, вы потеряли кого-то близкого, опустошение произошло. И чтобы не двигаться дальше в опустошенном состоянии, надо выделить время для молитвы. Поэтому Иисус отпустил всех людей, молился. Вторая причина. Вторая причина. Когда целый день Иисус с людьми, Он служил им, Он говорил проповеди, Он учил. Когда ты молишься после дел, оно закрепляет то, что ты делал. Закрепляет. Ты отпустил контейнер, отправил в Чехию контейнер. Надо помолиться, чтобы в дороге сопровождение Божие было. Потому что многие люди молятся до начала дела. Сделка произошла и забыли. А надо было молиться, чтобы сопровождать дело. Заметите. После дел Иисус молился. И говорится от Луки 6 глава 12 стих. Библия говорит. В те дни взошел Он на гору, помолился. И пробыл всю ночь в молитве к Богу. В те дни. Имеется ввиду не в те часы. В те дни. То есть в этот период времени. Эта молитва была не ради одного дня. Это была ради того, что происходило в те дни. То есть дела делались в те дни. Есть сезоны, которые бывают в твоей жизни. Эти сезоны, чтобы пройти их полноценно, правильно, победоносно. Ради этих сезонов стоит уединяться для молитвы. Написано к евреям 5 глава 7 стих. Говорится о нем. Он в одни плоти своей, Силным воплем, И со слезами принес молитвы и моления, Могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоволение. Это речь об Иисусе идет. Вы представляете, Иисус, Мое представление об Иисусе, Он не нуждался ни в чем. Он с неба, Но Он был воплоти. И смотрите, Он пришел к выводу. Если я в плоти, Я живу на земле. Почему ударение на плот? Потому что все, что на этой земле воздействует, Прежде всего на что? На плот. Вы понимаете? И поэтому из-за того, Что Он подвергался воздействиям, Всего, что может воздействовать, Как Он проходил через это? С Силным воплем. Так что, сестры, Когда вы плачете в молитве, Добро пожаловать домой. И получается, Иисус, Он с воплем и слезы. Это значит, Иногда у Него были ситуации угрожающие. Какие? Смерть. Да, в конце концов, Он умер за наши грехи. Но, значит, Были времена, Когда было, Что Иисус был на гране, Что Его убивают. И написано, Услышан был. Это значит, Были времена, Когда были угрозы, И Он помолился, С воплем и слезами, И Бог Его избавил. Избавил. Если Господь Иисус считал, Что молитва важна, А Он безгрешный, Он прямо с неба, А но все равно Он считал, Чтобы успешно пройти, Надо молиться. Что же говорить О нас с вами? Если смотреть На нашу молитвенную жизнь, Неудивительно, Что мы попадаем в такие Серьезные сложности, Потому что, оказывается, Засады дьяволские, Ловушки, Которые Он бросает По всему пути жизни, Заранее, Помните, Иисус сказал, Молитесь, Чтобы они впасть в искушение. Имеется ввиду, Есть засады впереди. Их можно победить, Не тем, что ты пришел И там умно с ними расправился. Нет. А тем, что ты до их появления Молился разваливать их на дороге Раньше, чем ты появился. Так мы можем много опасност Убрать в своей жизни. Так некоторые ранние смерти Можно избегать, Если в молитве Мы решили вопросы. Говорится в Матфея 6 глава С 5 по 6 стиха И когда молится, Не будь как лицемерие, Которые любят в синагогах И на углах Учить улицы, Останавливаясь, Молиться, Чтобы показаться перед людьми, Истина говорю вам, Что они уже получают Награду свою. Ты же, когда молится, Войди в комнату твою И затворив дверь твою Помолись отцу твоему, Который в тайне. И отец твой, Видишь, и тайное Воздаст тебе Явно. Заметите, что Сила тайной комнаты В том, Что это место, Где мы молимся И мы не ждем, Чтобы кто-либо Нас похвалил. Но ведь Эту тайную комнату Можно точно так же Принародно молиться, Но самоотношение Сохранить. Знаете как? В те времена, Когда Иисус жил, Люди очень старались Впечатлять других людей. А в наши времена Уже не только Впечатлять других людей Хотят. Люди даже Стараются впечатлять Самых себя. Вы не представляете Сколько людей Делали какие-то вещи С целью, чтобы Определенный стандарт Свой, Чтобы определенные Религиозные требования Своей души Восполнять. И он от этого Считает, что Он что-то Хорошее сделал. Уже не ради Других людей, А уже ради себя. То есть, Вот поэтому Тайную комнату, Молитва в тайной комнате Это самая мощная Молитва Для тебя Как личность. Важно, чтобы Отвернулись Отвернулись В тайную комнату. К тебе прибегают В тайную комнату. Нету Ничего, Что бы ты не делал На этой земле, Что ты решишь Без тайной комнаты. Поэтому Библия говорит, Злостраждает ли кто? Пусть Молится. Почему? Потому что Молитва Способна Лечить Твою душу От страдания И восстановить Потеряное Молитву Свою молись Не ради Людей. Но что интересно, Самые яркие Чудеса Для тебя Лично Яркие, Которые Бог Дает Они рождаются В тайной Комнате. Когда есть вопрос, Который я вижу Здесь сложновато. Я закрываюсь В этот момент. Не потому что Я в депрессию бросаюсь. Нет. Закрываюсь, Чтобы В тайную комнату. Чтобы Бог Что-то говорил, Показал мне. Или сделал. Заметите, Что Самые Сложные Вопросы Своей Жизни. Самые Яркие Чудеса Какие Могут Быть В твоей Жизни. И Самые Четкие Выражения Характера Христовы В твоей Жизни Формируются В тайной Комнате. У многих Людей Возникает Всегда Вопрос Сколько Молиться Пастор Генри? Это же Большой Вопрос Сколько Молиться? Но Исходя Из Разговоров Иисуса Когда Иисус Предан Был В ту Ночь Он Пришел С учениками Своими В Гесманском Саду. Если Пойдите В Израиле Найдите Гесманский Сад И посмотрите. И Он Сказал Молитесь Со мной Я Отошел И Вернулся Они Уснули И Что Он Сказал Не Могли Бодрствовать Со Мною Сколько? Один Час Это Значит С Момента Как Он Оставил И Вернулся Сколько Прошел? Час Крайней Мере Мы Видим Что Он Молился Час И Он Ждал Чтобы Они Бодрствовали С Ним Один Час И Он И Он Разбудил И Снова Ушел Наверное Еще Один Час И Вернулся Они Опять Спят Когда Он Обнаружил Они Спят Еще Раз Он Уже Не Будил Опять Ушел Вернулся Третий Раз Хотя Мне Кажется Минимум В эту Ночь Он Молился Три Часа Поэтому Мой Совет Вам Практический Совет Для Нормальной Жизни Час В День Надо Во время Дополнительных Нагрузок Особенно На уровень Души Надо Три Часа Ой Пастор Генри Вы что Вы сказочники Прямо Нет Если у тебя Не получается Молись Час Утром Молись Час Днем Молись Час Вечером Молись Двадцать минут Утром Двадцать минут Днем Двадцать минут Вечером У тебя Уже Цели Час Шестая глава Матфея Двадцатый стих Молитесь же так Отче наш Суши на небесах Да Святите Имя Твое Первое Когда я молюсь Я должен Понять Кому Я Обращаюсь Кому Я Обращаюсь К Богу Который Является Моим Отцом Суши На Небесах То есть Выше Всего Многие Люди Почему Молитвы Не имеют Ответы Потому Что Они Молятся Ради Молитвы Но Они Забыли Кому Они Молятся Иисус Говорит Когда вы Молитесь Молитесь Вот так Это Не Конструкция Как Какие Слова Надо Молиться Но Приблизительно Эта Молитва Показывает Нам Что Нужно Включить В Молитву Первое Исходя Из этого Молитесь Отче Нас Сущен Небес Достовер Имя Твое Это Похоже На то Что мы Называем Поклонение Господу Богу Одно Из самых Умных Вещей Что ты Можешь Делать В жизни Это Начинать Свою Молитву С Поклонением Богу Благодарить Его За то Кто Он Есть В твоей Жизни За то Что Он Делает В твоей Жизни За все Благословения Какие Он Дал Тебе В жизни Отче Наш Сущий На небеса Досвятится Имя Твое Имеется Ввиду Досвятится Означает Да Всегда Останется Отделенным Не Наравне Со Всеми Ты Отдел Ни Поклонение Все Все Она Делает Это Я Выражаю Перед Богом Насколько Он Отделенно Высоко Выше Всего Шестая Глава Десятый Стих Да Придет Царствие Твое Да Будет Воля Твоя На Земле Как На Небе Не Торопись Сразу Господь Дай мне Деньги Дай мне Деньги Дай мне Деньги Замерите Иисус Говорит Молитесь Так Поклонился Богу Следую Да Придет Царство Твое И Да Будет Воля Твоя На Земле Как На Небе Тут Это Я Назваю Молитву Которую Я Посвящаю Себе И Молитву Ходатайство Скажите Ходатайство Твоя Жизнь Твой Муж Твоя Жена Твои Дети Мама Папа Я Вам В жизни Этого Человека Ой Это же Мой Сын Чтобы Он Сдавал Экзамены Чтобы Все Было Хорошо Чтобы Его Жизнь Уже Две Минуты Три Пойдет На Одного Ребенка Пока Прошелся По Всем Кто Как То С Тобой Связаны За Них Молюсь Не Потому Что Они Супер Важны Но Они На Меня Влияют Не Умаляйте Молитву За Людей Которые В вашем Кругу Потому Что Они На Вас Влияют Или Положительно Или Негативно Поэтому За Них Надо Молиться И Третье Хлеб Наш Насушный Дай Нам На Каждый День На Этот День На Сей День Это Называется Молитва Вери Когда Я Прошу Мои Нужды Согласно Того Как Иисус Учит Не Сразу Нужно С этого Начинать Оказывается Это На Третьем Месте Для Бога Важно Чтобы Мы Его Поклонялись Почитали Два Его Глобальная Воля На Этой Земле И Воля Его В жизни Тех Которые Вокруг Вас Оно Важнее Потому Что Многие Из Эти Нужды Возникают Только Потому Что Воля Божия Не Делается В жизни Людей Которые Вокруг Вас Как Только Это Делалось Нужды Многие Автоматически Бы Ушли И Поэтому Говорит Хлеб Наш Хлеб Наш Насущный Это Твои Нужды Не Сесняйся Не Бойся Молиться За Свои Нужды Скажите Со мной Аминь Прости Нам Долги Наши Как Мы Прощаем Должником Нашим Научись Прощать И Каяться Одна Из причин Почему Нужно Каяться Потому что Когда мы Никаемся Вот эти вещи Которые Неисповедны Перед Богом Они Блокируют Молитвы Они Закрывают Обычно Мы Никаемся В вещах Которые Очевидны Да Вот Идешь Трамвай Стоишь В чужую Сумку Взял 2000 Гривен Это Называется Очевидно Господь Я Украл Да А почему Многие Вещи Проходят Незаметно Потому что Мы Не даем Время Смотреть Есть ли За что Покаяться А потому что Я не даю Время Этому Я даже Не ловлю Многие Вещи За что Было Покаяться Потому что Я Время Этому Не Уделил Поэтому Когда я Создаю Время Что Господь Покажи Мне Что В моем Серде Какие Там Есть Вещи Господь Покажи Мне И никогда Не надо Мерить Грехи Исходя Из твоих Оценок А мне Кажется Это Чепуха Мы Так Каемся Не потому Что Нам Кажется Если Нам Казалось Что Оно Грешно Мы Не Сделали А потому Что Оно Не Было Такой Весом Грех Мы Сделали А Надо Оценить Как Бог Оценивает Все Кто Создают Тебе Боли На Уровень Твоей Души Или Сердца На Молитве Не Молчи О них Господь Я Прошаю В том Притом Бывает Какая Боли Боли Бывает Не потому Что Они Создают А потому Что Я Зафантазировал Что Они Создают Да Такое Бывает Я Знаю У вас Такое В жизни Было Я Столько В жизни Зафантазировал Что Мне Создают Боли Но Боли Было Не Меньше Чем Если Бы По Настоящему Они Создали Одинаково Болно Что Зафантазировал Я Или На самом Деле Не Сделали Одинаково Поэтому Решение Одно Благословляю Господь Прошаю Даже Если Они Ни Причем Все Равно Благословляю Скажите Со Мною Амин Тринадцатый Не Веди Нас В Вискушение Избавим Нас От Лукавого Человек Пришел Пытаться Каяться Перед Богом Когда Он Начал Перечислять Свои Грехи Он Понял Что Надо Было Две Недели Перечислять Он Сказал Бог Помилуй Меня Грешник И Все И Что Произошло Помилован Был Библия Говорит Призови Ко Мне В День Скорби И Я Избавлю Если Можно По Такому Правилу По Такой Очередности Не Обязательно Этой Очереди Сохранить Но Если Вы Пройдете По Этому Модели Который Создавал Вам Придется Очень Легко Молиться Оно Становится Совсем По Другому Мне Нравится Как Написано В Библии Есть Несколько Примеров Молитв Которые Мы Находим Библии Пример Молитва И Явиса Первая Паралепиминон 4.10 Первая Паралепиминон 4.10 О Если Ты Благословил Бо Меня Твоим Благословением Чтобы Хранить Меня От Зла Чтобы Ты Распространил Предели Мои Чтобы Я Не Горевал В моей Душе Чтобы Была Свобода Боли Физическое Оно Болное Но Душе Оно Боже И Поэтому Я Вис Храни Меня Боже И Библия Говорит И Господь Бог Исполнил Его Просьба Жизнь Это Промежуток Который Бог Дает Для Создания Уникальной Истории И Каждый Из Нас Является Ее Героем Бог Ищет Людей Создателей Хороших Историй Создай Свою Собственную Историю С Богом Благодаря Этому Учению Пастора Генри Мадава Вы Начнете Большие Приключения С Господом Которые Навсегда Изменят Вас Не Ожидайте Лучших Времен Чтобы Действовать Делайте Шаг Веры Сегодня Многие Из вас Вы Убрали Большие Возможности Которые Вы Собирались Делать Для Господа Для Жизни Потому что Вы Посоветовались С Видимым И Видимое Вам Сказало Нельзя А Надо Было Не Смотреть На Видимое А Смотреть На Невидимое И Строить Исключительно По Слову Божьему Учение Пастора Генри Мадава Создай Свою Собственную Историю С Богом Поможет Вам Хранить Уверенность В Боге И Создать Свою Собственную Уникальную Историю Становитесь Тем Кто Пройдет Через Большие Приключения И Явится Причиной Расширения Царства Божьего Субтитры